Прошло более 50 лет с тех пор, как человек последний раз вступил на поверхность Луны. Полвека назад в США провели серию успешных миссий Аполлон, но с тех пор ни один астронавт не отправился обратно. Почему? Почему страна, которая была пионером в лунных экспедициях, внезапно прекратила их, несмотря на стремительное развитие технологий? Если спросить у официальных источников, нам скажут, что это было слишком дорого, опасно, а главное, нецелесообразно. Но разве это убедительно? Почему в 60-е с примитивными по сегодняшним меркам компьютерами, с ракетами, созданными буквально с нуля, с риском на каждом этапе, США смогли отправить человека на Луну, а сегодня, обладая куда более мощными технологиями и бюджетами, не могут этого повторить? Есть ли причина, о которой не говорят вслух? Что если НАСА что-то узнало во время миссии Аполлон, что-то такое, из-за чего возвращение туда больше не рассматривается, или же правда еще более невероятно, и пилотируемые полеты никогда не были такими, какими нам их показывали? Этот вопрос слишком долго остается без ответа. В этом ролике мы попробуем выяснить истинную причину. Почему же Америка больше не летает на Луну? Для этого мы рассмотрим странные факты, загадки миссий Аполлон, исчезнувшие записи, аномалии на обратной стороне Луны, и теории, которые заставляют задуматься. Чем глубже мы погружаемся в эту историю, тем больше вопросов возникает, и, возможно, в конце этого видео у вас появится совсем другое понимание того, что скрывает Луна. Тайны миссии Аполлон Когда миссия Аполлон-11 впервые достигла Луны, мир замер. Миллионы людей наблюдали за трансляцией, когда Нил Армстронг сделал свой маленький шаг на поверхности Луны. Однако уже тогда некоторые моменты вызывали вопросы. Во-первых, некоторые радиопереговоры экипажа с Землей были засекречены. Почему? В архивах НАСА есть странные временные разрывы, в течение которых связь якобы терялась. Позже ходили слухи, что во время этих пауз астронавты видели нечто, о чем не могли говорить открыто. Во-вторых, фотографии с миссией Аполлон оказались не такими уж идеальными. Обнаружены снимки с двойными тенями, странными бликами, а на некоторых даже видны объекты, напоминающие неизвестные структуры на горизонте. Еще один вопрос. Почему астронавты после возвращения не выглядели так, как будто только что вошли в историю? На знаменитой пресс-конференции они выглядели напряженными, нервными, а временами казалось, что они боятся сказать лишнее. Почему? Но если это кажется просто совпадениями, то следующая загадка миссий Аполлон гораздо серьезнее. Исчезнувшие записи и потерянные технологии. Как можно потерять оригинальные записи высадки на Луну? Как может государственное космическое агентство утратить технологии, с помощью которых оно уже совершало миссии? Но это именно то, что произошло. НАСА официально заявило, что оригинальные видеозаписи высадки на Луну были случайно стерты и перезаписаны. Ключевые чертежи ракеты Сатурн-5 и лунного модуля также исчезли, и теперь их якобы невозможно воспроизвести в первоначальном виде. Официальная версия звучит нелепо. Зачем стирать одну из важнейших видеозаписей в истории человечества? Как можно забыть технологию, которая уже работала? Даже инженер НАСА Дон Пэттит однажды сказал, мы бы полетели на Луну снова, но у нас больше нет этой технологии. Мы ее уничтожили. Если принять во внимание эту информацию, у некоторых возникает логичный вопрос. А были ли эти полеты вообще? Или же записи и чертежи были утеряны, потому что пересмотреть их было бы слишком рискованно? И если здесь есть тайна, то возможно, она кроется в одном из самых загадочных мест на Луне. Ее обратной стороне. Что скрывает обратная сторона Луны? Человеческий глаз никогда не видел обратную сторону Луны. Из-за приливного захвата она всегда повернута к нам одной стороной. Первые фотографии этого неизвестного региона сделал советский зонд Луна-3 еще в 50-х годах. Но то, что на них увидели, удивило даже ученых. Обратная сторона Луны оказалась совершенно другой. Там нет привычных нам морей, огромных плоских равнин. Она испещрена кратерами и выглядит намного более загадочной. Но самое странное началось позже. Когда миссии Аполлон пролетали над темной стороной Луны, связь с Землей терялась на несколько минут. Однако уже после полетов появилась информация, что в эти моменты астронавты передавали тревожные сообщения, зафиксированные внутренними каналами. Согласно ряду источников, во время миссии Аполлон-12 астронавты заметили странные вспышки в кратерах. А экипаж Аполлон-16 якобы видел объекты, передвигавшиеся по поверхности. Так что же там, на той стороне Луны, которую мы никогда не видим? Секретные базы? Чужие технологии? Или просто природные аномалии? Пока нет точных ответов, но кое-кто их точно знает. Те, кто был на Луне лично. После полетов на Луну все астронавты возвращались героями, их приглашали на телевидение, награждали, устраивали встречи с президентами, но не все из них вели себя так, как ожидалось. Один из самых известных случаев – это высказывание База Олдрина, второго человека на Луне. В интервью он несколько раз намекал, что видел что-то необычное во время миссии. В одном из разговоров он признался, что во время полета они заметили некий объект, летевший рядом с ними. НАСА позже объяснило это как отражение солнечного света от части ракеты, но сам Олдрин так и не подтвердил эту версию. Еще один астронавт Гордон Купер открыто заявлял, что в космосе есть нечто, что мы пока не понимаем. Он утверждал, что видел НЛО еще во время своих ранних миссий, но его слова никто не хотел обсуждать всерьез. Но самым громким случаем стала смерть астронавта Томаса Баррена, который работал над программой Аполлон и собирал данные о нарушениях и несоответствиях в ней. Он погиб в автомобильной аварии после того, как заявил, что у него есть доказательства сокрытия информации. Почему астронавты говорили об этом лишь намеками? Почему их свидетельства игнорировались? Возможно, они знали, что полет на Луну был не просто научной миссией, а чем-то большим, и об этом нельзя было говорить открыто. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Лунный грунт, который не похож на обычный. Когда астронавты Аполлонов вернулись на Землю, они привезли с собой не только фотографии, но и самый ценный артефакт – образцы лунного грунта. Официально было заявлено, что на Луну доставили сотни фунтов пыли и камней, но результаты их анализа вызвали немало вопросов. Во-первых, лунный грунт оказался необычайно жестким, даже тверже, чем предполагалось. Некоторые образцы пришлось буквально распиливать, чтобы их изучить. Это удивило ученых, так как без атмосферы и воды грунт должен был быть рыхлым. Во-вторых, в составе образцов были найдены элементы, которые в таком сочетании редко встречаются на Земле. Например, обнаружены следы чистого железа, которое не подверглось окислению, а также частицы, имеющие странную структуру, напоминающую стекло. Но самое загадочное – это их возраст. Некоторые образцы оказались старше Земли. Это породило множество вопросов о происхождении Луны. Откуда она взялась? Является ли она действительно осколком Земли, или же ее история куда сложнее? Но если все это не удивляет, то следующий факт точно заставит задуматься. Почему другие страны, обладая схожими технологиями, так и не полетели на Луну? Почему СССР не полетел на Луну? Когда США объявили о намерении высадиться на Луну, Советский Союз не мог позволить себе проиграть космическую гонку. Ведь именно он первым запустил спутник, первым отправил человека в космос, первым провел выход в открытый космос. Но Луна – это оказалось пределом. СССР разрабатывал собственные лунные миссии, строил гигантскую ракету N-1, но в итоге программа была закрыта. Официальная версия – неудачи запусков, нехватка финансирования и смена приоритетов. Однако есть и другая версия – Союз просто понял, что полет на Луну невозможен. Инженеры вели расчеты, и некоторые приходили к выводу, что успешный полет требует преодоления радиационных поясов, экстремального холода и жары, а также целого ряда неизвестных факторов. Советские ученые могли осознать, что миссия – слишком рискованное предприятие, либо получили информацию, которая изменила их планы. Есть гипотеза, что после первых американских высадок СССР тайно получил данные, которые заставили его отказаться от лунной программы. Но что это были за данные? Возможно, ответ скрывается в радиационном поясе, который должен был уничтожить любого, кто попытается его пересечь. Радиоактивный пояс и смертельная опасность Одна из самых горячо обсуждаемых тем – это ваналиновские пояса. Они представляют собой мощные магнитные поля, которые удерживают заряженные частицы радиации вокруг Земли. В 50-х годах ученые зафиксировали невероятно высокие уровни радиации в этих поясах. По некоторым расчетам, человек, находящийся там даже несколько часов, получил бы смертельную дозу. И тут возникает логичный вопрос. Если радиация так опасна, как же астронавты Аполлонов пересекли этот пояс и вернулись невредимыми? Официальный ответ – корабль двигался быстро, и астронавты провели в опасной зоне недостаточно времени, чтобы получить опасную дозу облучения. Но независимые исследования показывают, что даже короткий контакт с такими уровнями радиации мог бы вызвать серьезные последствия. Неужели технологии 60-х годов обеспечили идеальную защиту, которой нет даже сегодня? Или есть другая причина, почему современные миссии так долго откладывают возвращение на Луну? И если этот пояс действительно представляет угрозу, возможно, настоящая причина, по которой мы не возвращаемся на Луну, скрывается еще глубже. В том, что там уже есть базы, о которых никто не говорит. Лунные базы. Секретная программа. В середине 20-го века США запустили проект «Горизонт» – секретный план по строительству военной базы на Луне. Этот проект так и не был реализован, но сам факт его существования показывает, что идея использования Луны для чего-то большего, чем исследования, всегда была в планах. Но есть еще более удивительные слухи. Некоторые уфологи утверждают, что базы на Луне уже существуют, но не принадлежат ни США, ни России, ни Китаю. Снимки, сделанные спутниками и телескопами, периодически фиксируют странные структуры, напоминающие куполообразные здания. Еще в 70-х годах один из сотрудников НАСА заявил, что видел фотографии, на которых были четкие признаки искусственных сооружений. Но эти снимки исчезли из архивов, а сам он вскоре ушел из агентства. А может, НАСА и другие космические агентства не возвращаются на Луну не потому, что не могут, а потому, что им запретили? Возможно, Луна уже занята, и кто-то просто не хочет гостей. Но если это кажется всего лишь фантазией, то следующий вопрос поднимет еще больше сомнений. Зачем тогда распространять миф, что высадка на Луну вообще не происходила? МИФЫ О ЛУННОМ ЗАГОВОРЕ Существует множество людей, которые уверены, американцы никогда не были на Луне, а все видеозаписи сняты в студии. Они приводят десятки доказательств. Странные тени, развивающийся флаг в безвоздушном пространстве, отсутствие кратера от посадки модуля. Но есть и другой вопрос, а может этот заговор выгоден самим властям? Если бы они хотели, чтобы люди верили в высадку, они бы просто предоставили неоспоримые доказательства. Но вместо этого они допускают утечки, странные потери записей, противоречивые ответы официальных лиц. Может, настоящая цель этого заговора – скрыть что-то другое? Может, высадка действительно была, но на Луне обнаружили нечто, что нельзя показывать миру? Миф о фальшивой высадке – это дымовая завеса. Пока люди спорят, была высадка или нет, настоящие тайны Луны остаются в тени. Но что за сигналы фиксируют ученые, приходящие с Луны? Возможно, это ключ к пониманию того, что там действительно происходит. Загадочные сигналы с Луны Еще с середины 20 века ученые фиксировали странные радиосигналы, приходящие из глубин космоса. Но некоторые из них были особенно интересными. Они исходили с Луны. В 1960-х годах, задолго до миссии Аполлон, американские радиоинженеры зафиксировали повторяющиеся импульсы, исходящие с поверхности Луны. Эти сигналы были очень специфичными, словно их передавала разумная система. Но официальное объяснение так и не появилось. Либо их списали на помехи, либо просто проигнорировали. В 1976-м, когда Советский Союз запустил автоматическую станцию Луна-24, аппаратура зафиксировала странные шумы и некие импульсные передачи в диапазоне, который использовался только для связи на Земле. Эти аномалии не были объяснены, а сами записи вскоре исчезли из доступа. Еще одно необычное событие произошло уже в наше время. В начале 2000-х годов китайские орбитальные аппараты зафиксировали сигналы, исходящие с той самой обратной стороны Луны. Но что или кто мог их передавать? Это были остатки какого-то древнего механизма? Или, возможно, что-то, что продолжает работать и по сей день? Эти сигналы — еще один аргумент в пользу теории, что Луна не так безжизненна, как нам кажется. И неудивительно, что пока Америка медлит с новыми лунными миссиями, Китай и Россия активно движутся в этом направлении. Но зачем? Почему Китай и Россия хотят на Луну? В то время как США десятилетиями откладывают возвращение на Луну, другие страны действуют. Китай уже отправил несколько зондов, а его программа Чанэ движется к постройке полноценной базы на Луне. Россия также заявила о планах высадки своих космонавтов в ближайшие годы. Но что их так привлекает? Возможно, ответ кроется в редких полезных ископаемых. Ученые предполагают, что на Луне содержится огромное количество гелия-3, вещества, которое может стать топливом для будущих термоядерных реакторов. Другой возможный ответ – древние артефакты. Некоторые исследователи уверены, что еще с середины 20 века ведущие страны знали о существовании необычных структур на Луне. Китай, например, пристально изучает район кратера Айткин на Южном полюсе, где, по слухам, были найдены странные аномалии. А может это что-то еще, что-то, что НАСА уже знает и поэтому не спешит возвращаться? В любом случае, Луна явно хранит тайны, которые пока раскрываются лишь избранным. И одна из самых шокирующих теорий гласит, что она вообще может быть не тем, чем кажется. Луна – это искусственный объект? Звучит как научная фантастика, но есть ученые и исследователи, которые всерьез рассматривают гипотезу, что Луна – это не естественный спутник, а искусственно созданный объект. Во-первых, ее орбита слишком идеальна. В отличие от большинства спутников планет, которые движутся по эллиптическим орбитам, Луна вращается почти идеально круговым путем. Это очень странно с точки зрения космической механики. Во-вторых, она случайно идеально совпадает с размером Солнца при затмении. Такое соответствие слишком необычно, чтобы быть просто совпадением. Но самое удивительное произошло во время миссии Аполлон-12, когда астронавты сбросили пустой модуль на поверхность Луны. Удар вызвал сейсмический эффект, из-за которого Луна звенела, словно пустой металлический шар. Этот феномен не имеет логичного объяснения. Может ли быть, что Луна была создана давным-давно, возможно, кем-то или чем-то? Или же это результат процессов, которые мы пока не понимаем? В любом случае, странностей слишком много, и официальные объяснения звучат не всегда убедительно. А если добавить к этому еще и лунные аномалии... Лунные аномалии, которые не могут объяснить. За десятилетия наблюдений за Луной астрономы неоднократно фиксировали странные явления, которые невозможно объяснить. Один из самых загадочных феноменов — это лунные вспышки. Время от времени телескопы фиксируют на поверхности Луны загадочные огни, которые появляются и исчезают без видимой причины. Они могут длиться секунды или даже минуты, а иногда меняют цвет. Еще один факт — перемещение объектов. Некоторые ученые заявляют, что на Луне видны следы передвижения неких объектов. Они фиксировались как на старых снимках, так и на современных спутниковых фото. Некоторые кратеры тоже вызывают вопросы. Например, кратер Аристарх. Его свечение иногда изменяется, а внутри зафиксированы странные образования, которые выглядят так, словно их кто-то обрабатывал. Все эти странности оставляют только один вопрос — что же на самом деле происходит на Луне? Может быть, США узнали что-то важное, и именно поэтому они больше туда не летят? Пришло время раскрыть финальную правду. Так почему же Америка больше не летает на Луну? Мы рассмотрели множество фактов, загадок и теорий. Официально миссии прекратились из-за высокой стоимости и смены приоритетов. Но если взглянуть глубже, кажется, что настоящая причина куда сложнее. Во-первых, есть вероятность, что технологии, которые использовались в 60-е, утрачены или были недостаточно надежными. NASA само признало, что оригинальные чертежи ракет и посадочных модулей были уничтожены, а сегодня создать аналогичную систему с нуля – задача не из легких. Во-вторых, Луна оказалась далеко не такой безопасной, как предполагалось. Радиационные пояса, экстремальные температуры, воздействие микрометеоритов – возможно, реальный риск оказался выше, чем считалось раньше. Но есть и третья версия, менее очевидная, но куда более интригующая. Что, если Луна уже не принадлежит только человечеству? Если там было найдено что-то, о чем не принято говорить вслух? Загадочные сигналы, аномальные явления, странные высказывания астронавтов – все это складывается в картину, в которой Луна – вовсе не пустынное и безжизненное место. Так почему же Америка больше не летает на Луну? Может, она поняла, что возвращаться туда просто нельзя? Или же готовится к возвращению, но не так открыто, как прежде? Ответ на этот вопрос остается открытым. И, возможно, мы узнаем его только тогда, когда кто-то снова рискнет ступить на поверхность Луны. Но будет ли это человечество? Или кто-то другой? Продолжение следует...